Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Германия Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе. Вылет из Днепра в Мариуполь отменили из-за сильного тумана. Об этом сообщил Климкин в своем аккаунте в Твиттер. При этом он добавил, что поездка может состояться позднее в этом месяце. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль находится в Украине с рабочим визитом. Накануне в Министерстве иностранных дел главы ведомства провели совместный брифинг. Главные темы – ситуация на неподконтрольных Украине территориях, цели и условия миротворческой миссии ООН. Ситуация на оккупированной части Донбасса, миротворческая миссия – одни из главных тем переговоров украинского и немецкого министров иностранных дел. Брифинг после встречи Климкин сразу начинает со статистики. С 23 декабря, когда был объявлен режим прекращения огня, ни дня не прошло без обстрелов. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов. Более трети из запрещенного вооружения. Мы потеряли троих наших бойцов. 15 получили ранения. Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы это все видим. Не только по обстрелам, а потому что ОБСЕ не может реально контролировать то, что происходит на неподконтрольной территории. Это провокационный ход с выведением российских военных из состава СЦКК. Зигмар Габриэль, в свою очередь, заявляет, Германия поддерживает введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Этот вопрос будут отрабатывать с французскими партнерами и с дипломатами стран, входящими в совбез ООН. Также, по мнению германского дипломата, России следовало бы вернуть офицеров в совместный центр по контролю прекращения огня. Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН. Она должна пребывать на оккупированной территории, а не охранять только в виде малочисленной группы представителей ОБСЕ. Если миротворцы будут находиться только на линии столкновения, то это станет новой границей в Украине. Важно убедить российское правительство, чтобы Россия снова участвовала в общей комиссии. Также важно, чтобы Украина имела прямой контакт с Россией. С одной стороны, правительство России предлагает вести миссию ООН на Донбассе. С другой стороны, она отзывает своих представителей из общей комиссии. И это такие символы, которые несовместимы. Россия сознательно провоцирует обострение ситуации, считает Павел Климкин, как один из примеров назначения президентских выборов России на годовщину аннексии Крыма. Мы вполне допускаем, что Россия может совершить провокации, в том числе военные провокации во время подготовки к этим выборам. Мы к этому готовы. Мне бы хотелось, чтобы обеспечение надежного перемирия не зависело от выбора в России. И, надеюсь, нам удастся принять реалистический и соответствующий мандат миссии ООН еще до выборов в России. Дипломаты надеются, что вопросы стабильного режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения удастся обсудить во время встречи глав МИД Нормандской четверки. Она может состояться на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале.